Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. И да, сегодня я получаю поздравления, потому что именно сегодня у меня день рождения. Спасибо всем, кто помнит, и все, кто поздравили меня. Мне очень приятно, и также, друзья, не забываем считать вот такие вот черепушечки и писать ниже в комментариях. Кто напишет правильный ответ, тот и пойдет в следующие комментарии в мое видео, друзья. Десять счастливчиков попадут в мое следующее видео, которое ответит правильно и посчитает, сколько же вот таких вот, не считая этого и предыдущего черепушек, попадут в видео, друзья. А сегодня мы с вами снова закажем пластилин на сайте Даркнет по номеру 666 по проклятому телефону для того, чтобы слепить шестую. Ну, а перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Два и три. Пау, друзья, мы уже готовы. Я надеюсь, что вы готовы. Еще меня снимает мой парень Дима. Всем привет. И моя собака Лаки. Лаки! Лаки! Ну, ладно, сейчас она прибежит. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал о питомцах. Там я снимаю видео про животных. Называется он Ясинская пэтс. Всех, кому интересно, я приглашаю. Ладно, звоним. Всегда, когда набираю этот номер 666, мне жутковато. Три кутка. Алло. 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 Положили трубку, никто не ответил. Не знаю, ребят, ладно. Возможно, что уже они знали то, что я хотела заказать. Мы прямо сейчас отправимся и проверим, посылка есть на месте или нет. Потому что я уже заказывала несколько раз по этому телефону посылки. И, в принципе, этот телефон на то и мистический телефон, потому что он считывает мысли. Не обязательно произносить вслух то, что ты хочешь. Нужно просто только об этом подумать, и эта посылка будет доставлена. Мистика, одним словом. И так, ребята, наш пластилин, наш проклятый пластилин уже в этой коробочке. Друзья, как обычно, его доставляют здесь. Посмотрите. Яркий, сочный, насыщенный, а самое главное проклятый. И жутко страшный. И сейчас мы из этого пластилина будем лепить шестую из маленьких кошмаров. Я думаю, что вы не забыли эту супер популярную игру «Маленькие кошмары-1» и «Маленькие кошмары-2». Вот сегодня мы слепим, постараемся слепить злую форму шестой из проклятого пластилина. Друзья, вы увидите, как она выглядит. Ее буквально через раз, два, три. Ребята, вот какая шестая из маленьких кошмаров у нас получилась. Напишите обязательно в комментариях от одного до пяти, как вам фигурка из пластилина именно шестой. Ребята, посмотрите, она похожа или нет. То есть, где пять, это абсолютно похоже. И один совсем не похожий. Слушай, чувак у него какой-то в руке. Я забыла, как они называются. Это ее помощники. Посмотрите, мне кажется, что... В смысле, это зажигалка. А, это зажигалка такая? А, это свет. А, она же ходит такая, включает свет, чтобы было видно. А ты думала, это Номы? Да, я думала, что это Номы. Ну, я думала, какие-то другие. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кого вы знаете. Шестая Номы, учительница. Ну, короче, всех, кого вы знаете, напишите в комментариях. И у кого будет длиннее и больше список, там обязательно я отвечу в комментариях, друзья. Ух ты, короче, у нас получилось очень классно. Но вообще, если честно, большую часть лепки на себя берет Дима. И я задумываюсь где-то ближе к осени создать канал «Ясинская лепка». Поэтому, если вы хотите, чтобы мы с Димой лепили фигурки и показывали вам, как мы это делали, и рассказывали страшные истории, то обязательно напишите об этом в комментариях. В сообществе проведу голосование. Хотите ли вы видеть еще один такой канал, где мы с Димой будем лепить разных человечков, разные фигурки из пластилина. В общем, самое интересное то, что после того, как мы слепим какого-то персонажа и любого из пластилина, он оживает. То есть он может прийти в реальной жизни. Это действительно страшно. Но кто из нас не хочет увидеть шестую? Но проблема в том, что шестая очень пугливая девочка. Она по игре, ну кто играл, тоже, кстати говоря, поставьте лайк, поставьте плюсик сейчас прямо в чате, кто играл в эту игру. Я лично играла, мне очень понравилось. Она как будто бы девочка, сбежавшая типа из детского дома или как-то, которая одна попала, ну знаете, как Алиса в «Стране чудес». И там очень-очень много разных ужасных кошмаров. То ли она в страну кошмаров попала, ну в общем, никогда не видно ее лица, видите. То есть у нее постоянно накинут капюшон, на глазах ее черные волосы, которые ее закрывают, а лицо олицетворяет ужас и страх, ребята. Офигеть. Вот так с Димой делали, что у нее даже руки, видите, двигаются, поворачиваются. Вот так вот. Короче говоря, сейчас мы проведем обряд, и я надеюсь, что эта фигурка оживет и превратится в настоящую шестую. Поставим ее здесь. Шестая, я призываю тебя. Шестая, я призываю тебя. Шестая, я призываю тебя. Так, Дим, давай, короче, оставим ее здесь. Оставим камеру. Скрытую камеру на нее поставим. Потому что обычно почему-то все эти мистические персонажи начинают превращение свои только тогда, когда их никто не видит. Когда никого нет рядом. Поэтому мы с Димой уйдем, а вы прямо сейчас, скорее всего, увидите, оживет ли шестая на самом деле или нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима, она исчезла. Дима, блин, ищи, где она? Может быть, она где-то здесь, вокруг дома? Дима, шестая, она сбежала, ребят, она реально ожила. Шестая, слушай, может быть, подняться на дом мистики, посмотреть? Шестая, ты где? Черт. Шестая. Блин. Дима, ее нигде нет. Шестая. Дай камеру. Шестая. Нет, ее нигде нет. Шестая. Смотри, смотри сюда. Жесть. Ребята, это просто жесть. Она качается прямо на качелях. Шестая качается на моих качелях. Офигеть, Дима. Это просто жесть. Просто жесть. Это невероятно. Блин. Черт. Можно разглядеть ее поближе. Шестая. Ребята, вы видите это? Она просто тихо качается на моих качелях. Катя, давай попробуем. Жесть, ребята, вы видели это? Она исчезла. Ребята, она просто исчезла с качелей. Жесть, куда же она делась? Блин. Черт, я не понимаю, ребята. Она где-то здесь. Нам нужно ее отыскать, ребята. Шестая, где ты? Жесть, здесь так страшно. Блин, что делать? Нужно где-то отыскать шестую. Куда она могла деться? Возможно, она спряталась за дом. Жесть. Черт, ребята. Нужно все внимательно посмотреть. Где может быть шестая? Она где-то здесь. Она не может далеко уйти. Черт, где же эта шестая? Жесть, ребята. Жесть. Что это там? Офигеть, это машина. А в ней, походу, ребята, сидит шестая. Жесть. Это реально шестая. Ребята, посмотрите. Куда она едет? Она едет куда-то в траву. Черт, ребята. Она, походу, прячется от монстров. Возможно, здесь и другие монстры от маленьких кошмаров. Ребята, жесть. Куда она поехала? Черт, ребята. Она куда-то поехала. Она поехала реально в лес, ребята. Мы должны ее догнать. Смотрите, ребята. Жесть. Она уезжает. Черт. Она уезжает в лес. Короче, ладно. Нужно бежать за ней скорее. Черт. Она остановилась. Она остановилась. Так, куда она повернула? Черт. Ребята, нам нужно скорее догнать ее. Дим, держи камеру. Она уехала куда-то в лес. Ты видел это? Да. Просто жесть, ребята. Это просто жесть. Ладно, я спускаюсь. Главное, чтобы она не исчезла. Ты видел эту машину? Откуда она взялась? Жесть. Побежали скорее, ребята. За шестой. Бежим за шестой. Возможно, нам удастся ее поймать и поговорить с ней. Узнать, что это за девочка. И откуда она взялась? Вон машина. О, нет. Пустая. Нет, ее нет здесь. О, черт. Ее здесь нет. Жесть, вон она, Дим. Где? Черт, она у забора. Черт. Надо ее попробовать поймать. Шестая. Шестая, мы не причиним тебе зла. Пожалуйста. Шестая. Пожалуйста. Шестая. Я поймал ее, Дим. Черт. Походу, мы не сможем ее никогда поймать, ребята. Она исчезает, как только мы приближаемся слишком близко. Ладно. Но самое главное, что она пришла. И это работает. Никогда не лепите шестую из пластилина. Иначе она придет в реальной жизни. С вами была я, Караева Мисик. И всем желаю счастья и добра. Пока.